Чего только на ребене нет, я не знаю, откуда эти собаки это все засовывают себе. Можно найти всякие внезапные, неожиданные находки. Лампочка, она светится, у вас собака. Скрепка, шубы, нет? Эти большие? Ложка. Наверное, была очень голодная вместе с ложкой, и заглотнула. Собака делает предложение, очень романтичный пес. Иголка у кошки, это кошка, но эти товарищи очень сильно любят, вообще, в принципе, иголки это рутинная штука, нитка под языком, была иголка, не была иголки, вот на рентгене прекрасно видна. Православная собака, с Божьей помощью справимся. Рыболовный крючок, и вот уточку видно. Уточка там красного. Чего собаки только не жрут. Собака автомеханика, наверное. Это же все хирургические? Конечно. И это игрушка, это собака в собаке. Удаляется хирургически, да, все, что вне желудка, потому что эндоскоп чаще всего идет от желудка, и достать легче оттуда, если в желудке без проблем, оно эвакуируется, опять же, зависит от того, что собака сожрала. На эндоскопе нет магнитов, поэтому вы не удалите что-нибудь металлическое, нужно делать хирургический доступ. Все, что является в 12-перстной кишке и вообще в тонком толстом отделе кишечника, лучше эвакуировать классическую лапаротемию, классическую хирургию, потому что это менее инвазивно, чем вы будете пихать энтерокалоноскоп через попу вашей собаки и протягивать вот эту вот ложку через весь кишечник. Иголка, это классическая лапаротемия. Нет, когда мы достаем инородное тело, ну, в частности, иголку, делается в первую очередь ревизия брюшной стенки, то есть хирург оценивает, что там произошло, а потом удаляет уже инородное тело. Там перфорация, очень вполне себе, может быть. Так, выражены симптомы, зависит от размера проглотченного предмета. В зависимости от того, что вы проглотили, собаки могут ходить с инородным телом долго, если инородное тело делает частичную обструкцию. Оно вообще не обязано закупорить так, что собака никак и не рыгать не может, не кушать. Оно может вполне себе блуждать, и чаще всего это круглые инородные тела по типу игрушек, звеняшек всяких, каштанов. Собака была, которая ходила с каштаном две недели. Никуда она не могла, не выплевать ее, не прополосит. Она потихонечку ела, она потихонечку какала. В принципе, к дедам в голове мы держали инородное тело, но не так, чтобы... Каштан не рентгенка красный. Его как бы... А по какой причине обратились, если все нормально? Поблевывало. Ну, каштан гулял. Во многих случаях владельцы успевают заметить, как питомец что-то проглатывает, как в этой картине. Иди сюда, и руку. Но иногда... Так. Если же это произошло незаметно для владельца, то признаками, при которых можно заподозрить наличие народного тела в пищеводе, это регургитация, то есть это отрыжка по обычному. Пассивное без участия брюшных может вытекать от проглочной пищи обратно и позывы на рвоту. Как таковой рвоты нет. Есть отрыжка, отрыжка воздухом, либо небольшим кормовым маслом, извините, небольшим количеством слюны, но как таковой рвоты нет. Так. Отказ. Отказ от пищи, боль при пальпации животика, одышка, слюнотечение. Следует помнить, что при частичной обструкции пищеводных симптомы могут возникать не сразу после проглатывания предмета, а через некоторое время, если здесь стоит. Особенно это касается костей, особенно вилочковой железы курицы, которая вот такая вот раздвоенная, она может стоять здесь. В принципе, собака может пить, в принципе, собака может есть, потому что это идет частичная обструкция. Она даже какает, потому что еда какая-то попадает, но это все равно пищевод. Так. Плотное народное тело в шейной части зачастую дает пропальпирование. Найти на ощупь, а если в год, то и залезь. Если это косточка или мячик, у крупной собаки вам будет трудно отличаться. Лечить какое-то инородное тело от щитовидной железы, или даже той же, которая находится в этой же онтомической локации, если, конечно, инородное тело не выпирает, но там уже все понятно. У мелких животных заметить можно, особенно если вы знаете, что была перевернута мусорка, либо украдена что-то на улице. Можем открыть рот, если в глотке вы что-то видите, не так глубоко, а если глубоко, вы просто это не видите. Поэтому если заметили, то у нас стоит в верхнем отделе. И это еще можно попытаться вытянуть самому. Для диагностики народных тел в грудной части кущевода мы делаем рентген-контрастное исследование. Почему? Потому что не все рентген-контрастное. Есть предметы, которые просто на рентгене не видны. И рентген это не ванга, в отличие от МРТ или КТ. Он видит только то, через что проходит гамма-луч. Поэтому вводится раствор, бария, орально, это абсолютно безопасно. Вы должны доверять своему ветеринарному врачу, если он предлагает вам эту процедуру. Контраст вводится с целью того, чтобы посмотреть, как проходит раствор. Он контрастный, от этого же мы и отталкиваемся. От рта до попы. Как это все проходит по петлям кушещника и выходит в терминальном отделе. В принципе, это может занимать, если мы делаем что-то быстро, до 20 минут. Если мы прям хотим смотреть полную эвакуацию, до суток. Но чаще всего это понятно уже, когда мы завели барий, сделали серию снимков. И посмотрели, что у нас нормально начинается на пищеводе, как должен идти барий. Мы же его дали. Потом идет тоненькая какая-то стручка, вообще непонятная. И потом опять нормальный барий. Ага, значит здесь что-то стоит. Рентгеноконтрастные предметы. Кости, монеты, ложки. Все, что связано с металлом. Они прекрасно рентгеноскопичные. Их видно, нам не нужна никакая дополнительная диагностика. Эндоскопия – это малоинвазивная, нехирургическая манипуляция. Позволяет обнаружить инородное тело. И даже его извлечь, если на вашем эндоскопе есть захват. Чаще всего есть. Так, вы увидели что-то в лодке. Вы вполне можете помочь вашу совать. Потому что вот в этой ситуации, если вы будете вызванивать ветеринар или куда-то ехать, то сделайте хуже. Здесь лучше ориентируйтесь на местности. Небольшую собаку или щенка можно поднять за задние конечности и встряхнуть. При этом кусок пищи или игрушка могут свободно вывезти. Если инородный предмет виден, его вы можете попытаться вытащить пальцами или пинцетом. То есть вы можете собаку встряхнуть. Если она изо рта ничего не выпала, открываем рот, и вы его видим, и уже можно будет подтянуть. Главное, туда глубину не запихивать и подальше. Делать это нужно аккуратно, не повредив пальц собаке. Но я думаю, что в этой ситуации больше надо беспокоиться за свои руки, чем за пальц собаке. Большую собаку можно похлопать по спине. Ничего в этом такого нет. Это тоже иногда помогает. Особенно если это небольшое какое-то народное тело, которое блуждает. Похлопав вашу собаку по спине, вы спровоцируете кашлевый рефлекс, и она это отторгнет. Ну, по крайней мере, мы так планируем. Есть стандартный прием геймерка, который распространен всегда, и везде, и у людей, и у собак, и у кошек. Это манипуляция, которую нужно выполнять, если инородное тело присутствует. Ну, мы говорим не про кость какую-то, а где-то глубоко. То, что вы можете эвакуировать. И либо она встала в пищеводе, либо она встала в трахе, и вам нужно это убрать. Так, собаку берем за задние лапы, поднимаем ее в позе тачки, вот как здесь на рисунке. Обхватываем руками вокруг живота, и двумя руками начинаем надавливать пять раз ниже ребра. То есть вы делаете такие движения. Раз, два, три, четыре, пять. Наверное, у кого есть маленькие дети, у которых начинался пищевой прикорм, знаю одно из-за этого истории, когда ребенок подавился, там тоже самое история. Переворачиваем, ползо тачки и надавливаем. Быстро убираем пальцем из рта то, что там есть. Мы надеемся, что там что-то появилось. Если там что-то появилось, и вы это что-то вытащили, на этом история заканчивается. Вы можете положить собаку в стою и оставить ее, в принципе, в покое. Если ничего у вас не вышло, после приема, который вы совершили, вы стучите собаке между лопатками. По потребности повторяйте. То есть вы нажимаете пять раз, у вас ничего не вышло, вы похлопали собаку. Опять нажимаем, до этого момента, пока у вас ситуация не разрешится. Ну, мы планируем, что она разрешится. Это стандартный прием, который применяется и в человеческих реанимационных манипуляциях. Так, если собака поперекнулась, прям задыхается, и вдруг, не дай бог, потеряла сознание, нужно, конечно, позвинить ветеринару, но мы об этом все знаем. Пока до ветеринара нет, и опять же, если у нас есть возможность собаку транспортировать все секунды и выполнять манипуляции на задних сидениях, либо в багажнике, нужно не пренебрегать этим и не терять время. Безусловно, очень страшно видеть, как собака вздыхается, и нам безумно страшно, мы такие же люди, но если вы возьмете себя в руки, это вопрос о хладнокровности, о рациональности вашего разума, о том, что с вами, опять же, находится кто-то рядом, у вас есть огромная возможность без врача, без того, что вы доедете до клиники, сохранить ее жизнь и здоровье. Можно еще вот так сделать прям. Первое. Как мы освобождаем, в принципе, дыхательные пути? Мы открываем, язычок на бок или вперед, открываем, слышим прахиальное дыхание. Если собака у вас мелкая, и вы, в принципе, знаете, что не можете ей повредить в конечности, вы ее можете прям вытряхнуть таким образом. Ну, не предпринимайте каких-то агрессивных действий. Если собака крупная или у вас ничего не вытряхивается, это прием геймика. Так, мне кажется, последний.